Стартовый натиск Иртыша, прорыв к линии вратарской, угловой навес. Защитник Андрюс Рукас пытался пробить головой. Ответная атака Акрона, подача, удар. Владислав Полетаев четко выбрал позицию, зафиксировал мяч и быстро ввел его в игру. Иртыш арендовал вратарево футбольного клуба «Урал». Молодой голкипер оправдал ожидания. Спокойно, уверенно действовал в рамке. Впереди Руслан Гордиенко хлестко пробил слета. Никита Саламатов и Игорь Киреев расчертили хорошую двухходовку. Удача, отскок в нашу пользу, плотный удар Сергея Подаксенова, самоотверженная игра защитника Акрона. Размашистые классические атаки футболистов из Тольятти. Серия штрафных, поиск подходов к воротам РТШ, Полетаев на чеку. Очень рад, что сыграл дома. У меня на игру смогли приехать родители, сестра. Плюс болельщики, родные стены. В общем, все помогает. Равная игра. Взрыв под занавес первого тайма. Ускорение, много единоборств. Шанс у Акрона. Опасный штрафной метров с 20. Даур Квеквискири хорошо закрутил мяч. Полетаев сыграл надежно. Следом, схожий вариант у РТШ. Штрафной примерно с позиции левого инсайда. Отличная комбинация. Никита Саламатов навесил. Денис Магадиев в высоком прыжке перевел мяч на дальнюю штангу. Игорь Киреев открыл счет в матче. До свистка на перерыв оставалось 8 секунд. 1-0. Это сложная вообще такая штука. Та сама химия. То есть она не приходит за день. То, что получилось отличиться, просто оказалось в нужном месте. Так, из-за того, что давно не играл, все равно нужно привыкнуть вообще к футболу. Потому что долгий перерыв у меня был. И привыкнуть к партнерам, так сказать, сыграться. Активный высокий прессинг РТШ в начале второго тайма. А мячи старались эффективно действовать в середине поля. Футболисты Акрона убыстрели игру. Попытались создать давление на ворота РТШ. Почти все усилия тольятинцев сместились на левый фланг. Большая нагрузка легла на правого полузащитника РТШ Геннадия Киселева. Партнеры помогали, страховали. Иртыш выбегал в острые контратаки. Забить мог еще один новичок нашей команды, нападающий Владимир Сычевой. Форвард решил поискать креатив. Футболисты Акрона уже подстроились под атаку о мячей. Сначала выдохнули, а затем вздохнули полной грудью. И снова энергией надавили на ворота РТШ. Напор, вторая волна штрафных, напряжение. В сложную минуту РТШ хорошо поддержали болельщики. В их рядах находился знаменитый омский боец ММА Андрей Корешков. Болеют, переживают, желаем успеха. И хочу, чтобы они выигрывали все матчи и, естественно, продвигались в мячей. Замены в обеих командах. У РТШ на поле вышел Артем Третьяков, у Акрона два Андрея, Киреев и Потапов. Гости нашли силы на еще одну серию атак. А мячи не дрогнули. Цепко действовали в единоборствах. Полетаев страховал и выручал. Главный тренер РТШ Евгений Харлачев провел ряд своевременных тактических замен. На финише матча забить могли обе команды. Долгие и тревожные минуты компенсированного времени. Последняя атака Акрона. Навес. Битва в штрафной. Удар с острого угла. Полетаев намертво забрал мяч. Иртыш одержал важную победу на своем поле со счетом 1-0. Нам, чтобы двигаться дальше, выплывать, пока другого слова не подберу, нужна была необходима просто эта победа. Тяжелейший матч. Очень рад, что футболисты проявили характер. Да, забиваем, конечно, маловато. Но, наверное, тем ценнее эта победа. Назовем так, что сегодня был эконом-вариант. Вот. Надеемся, что в дальнейших матчах все-таки как-то мы разродимся на забитые мячи. Начнем забивать. Следующий матч первенства Иртыш также проведет на своем поле в Манеже. Он состоится в ближайшее время. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Спасибо.